Поддержать экономику и протянуть руку помощи бизнесу на себе, ощутившему последствия санкций. В Новочебоксарске высадился десант чиновников, чтобы обсудить с руководителями крупных и средних предприятий города Спутника новые реалии и меры поддержки, на которые они могут рассчитывать. Практически два месяца страна живет в особых условиях. Есть понимание, что ситуация нестандартная и непростая, подчеркнул министр финансов Чуваший Михаил Ноздряков. Вся эта ситуация требует консолидации усилий как органов власти, бизнеса и так далее, общественности. И мы видим, что то, что раньше решалось годами, сейчас счет идет где-то на неделе. И мы видим, что на федеральном уровне принимается достаточно много законов, нормативных актов. И выработано уже достаточно много антикризисных мер, мер поддержки. Всего в пакет антикризисных мероприятий входят 262 меры федерального уровня. Также республика предложила 16 региональных инициатив. На малый и средний бизнес распространяются упрощение процедур госзакупок, снижение ставок тарифов и страховых взносов для работодателей, мораторий на проверки и банкротство, кредитные каникулы. Подробно о мерах профилактики безработицы и снижении напряженности на рынке труда рассказала министр Алена Елизарова. Правительство выделило существенное финансирование на создание временных рабочих мест для людей, находящихся под риском увольнения. Речь идет о неполном рабочем времени, простое, временной приостановке работы, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы. Именно эти ситуации считаются как рисковыми. То работодатель может создать временные рабочие места для своих же сотрудников, которые находятся под названными рисками, и получить возмещение через центры занятости населения в размере порядка 18 тысяч рублей. Возмещение можно получить на каждого работника на период до трех месяцев. Кроме того, при создании временных мест у работодателя есть право получить 10 тысяч рублей на материально-технические затраты, связанные с их оснащением. Такая схема позволит предотвратить увольнение и сохранить работников предприятий. Компании, которые в 2022 году возьмут на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Это касается выпускников колледжей и вузов, молодых людей без среднепрофессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, родителей несовершеннолетних детей. Людмила Майкова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.